Кто-то родом из детства, я из войны. Под таким названием в литературной гостиной библиотеки номер 2 прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие учащиеся 1-й и 22-й школ, представители поэтического клуба «Рифма», работники библиотек и другие приглашенные лица. В книге памяти напротив фамилии большого числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано «Пропал без вести». Поиски пропавших без вести продолжаются и в наше время поисковыми отрядами. Один из таких отрядов, музея школы номер 22, под руководством Галины Николиной, участвовал в раскопках под Ленинградом. Одно из первых направлений, которое в нашем появилось в музее, это история блокадного Ленинграда. И так получилось, что мы дважды выезжали на те места, пришли бои за Ленинград. Ну и есть такое страшное место, как Мирский пяточок. Это место за несколько километров от самого города Ленинграда. Там пытались прорвать блокаду наши бойцы в течение почти двух лет, но это так у них и не получилось. И поэтому теперь на этом месте находится огромное количество не только останков солдат, а вот этого, скажем, немых свидетелей той войны. Вот эти вот железные артефакты, которые мы немного привезли с ребятами из этих поездок. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далекой и страшной войны. Ребята из первой школы показали инсценировку по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». На войну идут ребята, на войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м, их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский друженик-солдат. В этот день в литературной гостиной рассказывали о своих отцах, дедах, а тех, кто не вернулся с полей сражений, читали стихи. Вновь постою у вечного огня, прочту священный список из фамилии. В руках гвоздики будут у меня, и внуков поведу сюда отныне. Народный день из радости и слез. Нам в душу сразу западают с детства. Воспоминание страстных гроз не оставляет равнодушным сердце. Многие остались лежать там, где их настигла смерть. В обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. В полях, лесах и болотах до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших на той войне. Директор централизованной библиотечной системы Наталья Спицына поблагодарила участников мероприятия. Сегодняшнее мероприятие проникло в мою душу тем, что дети настолько хороши были, настолько они прочувствовали все это. И, конечно, это очень дорогого стоит. И на самом деле, когда дети принимают участие, жаль то, что у нас сейчас такая эпидобстановка, что, к сожалению, зрителей нет. То есть все только непосредственно участники. Хотелось бы, конечно, чтобы аудитория была побольше, но что это уже от нас не зависит. Затем Наталья Спицына вручила участникам благодарственные письма. Сотни тысяч безымянных солдат остались лежать на полях сражениями. Он защитил тебя на поле боя, упал, ни шагу не ступив назад. Но имя есть у этого героя, великой армии, простой солдат. Солдат умирает дважды. Первый раз там, на поле боя, когда его настигает пуля. Второй раз в памяти народной. Второй раз умирать страшнее. Второй раз солдат должен жить. А мы, живущие ныне на земле, должны сделать все для этого. Юрий Чиликин, Алена Старкова, Андрей Осипов. Новости АТВ. Новости АТВ.